счастливый южный котик всем доброе утро друзья водички налили это у нас арочка да сара ты болтушка возмущается да возмущается скажи дайте мне в грязи поваляться ребят смотрите какая красота сейчас бегу мы торопимся уезжаем а куда что потом расскажем ребят всем привет еще раз это уже съемки и от его родятся с володи погулять по городу вообще просто провести сегодня выходной отдыхая отдыхая ничего не делая и естественно взяли вас с собой вот так выглядит этот район города военный городок он отличается от туристической части да по сути это туристическая часть потому что если ну что если мы пройдем вперед туда то там уже начнется частный сектор с частными гостиницами вот а пока мы перед собой видим обычные жилые комплексы обычных городов на лето это тоже все превращается до я не заслышан был володе в общем он говоришь на лето это тоже здесь даются квартиры и естественно половина квартир ну да потому что впереди нас тут прям уже море таганрогский залив не важно море куда люди ходят купаться впереди нас будет пляж каменка у нас сегодня замечательный день сегодня воскресенье и у нас плюс 19 градусов ожидается жары и вроде как по прогнозу на следующей неделе аж до 27 ура ура у нас летом купаться купаться в мае пойдем наверно а сейчас еще март я не знаю насколько долго продержится такая погода но пока красота тепло очень цветут цветы птички чебечут скоро листья на деревьях распустится в общем жизнь прекрасно ребят увидели рекламу одноименной клиники для тех кто недавно на нашем канале и связывайтесь с ними да и те кто не знает о чем речь а сейчас кратко скажу это глазная клиника приди и ты увидишь в моем случае это звучит так приди ты ослепнешь окончательно у меня потому что у меня это вообще она находится в ростове и есть по моему такая же в краснодаре если не ошибаюсь ну дело в том что я ездила в ростов кратко скажу мне прошлом году произошла произошло большое несчастье у меня произошла до от слойка сетчатки и первое это были майские праздники мы не знали что делать все больницы были закрыты этот какой-то синтетив был закрыт не был у нас возможности вообще обратиться к врачу к окулисту потому что поликлиники естественно тоже были закрыты ситуацию ухудшалась каждым днем и первое это открылся ирис в ростове и мы поехали туда ирис мне предложил операцию быструю очень знаете хочу сказать так профессионально как профессиональные мужской с мошенники взяли меня в оборот не давали мне опомниться одуматься потому что я им говорю подождите мне нужно посоветовать с мужем они знаете как цыгане бегают там такой вокруг меня это надо сделать он надо это они нам предложили потом кардинальную операцию за 500 тысяч а до этого имею уже необратимые последствия к сожалению после отслойки они предложили знать как говорится паршивы овцы хоть шерсти клок содрать меня 16000 они мне сделали операцию прошили лазером которую делать было вообще не было смысла потому что у меня уже было кровоизлияние в глаз кровь выдавила их швы вот эти вот и я попала в бсмп уже мы по и потом поехали вот на основную операцию уже все полностью ослепши поэтому клинику эту никому не рекомендую не несут никаких гарантий вообще и да там даже не цены баснословные а то что просто тупо этот берут деньги берут деньги за то что за что не имели права вообще брать они не имели права вообще браться за эту операцию не было в ней смысла почему я короче на них злая потому что не только не помогли они оттянули драгоценное время просто кто не знает о своих сетчатки это надо действовать быстро как при инсульте они это время нас украли поэтому как-то так добавила я ложку дегте в бочку с медом ну в общем а грустно на этом все а сейчас можно было просто сказать не связывать крыльника нет просто очень много под они надежно до новых на канале хотелось объяснить и многие же не знают мои права безнадёги люди да и многие когда мне писали там а лентяйка огород не чистят там грядки не сажать просто не знают что мне вообще ничего нельзя 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 поднимать больше трех килограмм не нельзя наклоняться мне нельзя падать нельзя спотыкаться и у меня сейчас в глазу гель высокой плотности вот в общем вот так как то поэтому в общем давайте о хорошем у нас еще расскажу да прекрасная погода вот такой вот наш замечательный город есть а того что у нас какие-то проблемы с крышей с коммунальным хозяйством он не стал менее прекрасным мы не меньше любим нашу любимую квартиру все мы доведем дома и будем счастливо жить ну и что что в поселке есть ребят мы немножко прогулялись по парку подобного сейчас вне сезона он выглядит вот таким образом к летом скоро уже буквально месяца через полтора откроются все вот эти вот торговые точки аттракционы здесь какие-то будут ну в общем для деток для деток для отдыхающих сувениры кафе ну сейчас он пока вот в таком состоянии ребят нас разогрела вообще жара и володе повезло что надел футболку пошли мне надо срочно купить кепку и футболку потому что очень сильно жарко я в кофте и я прям вообще уже еле-еле потом опять будет от местную к вечеру да все-таки еще март пока сейчас марджу нас пока или уже завтра до завтра все жарко больше 20 градусов однозначно все мы пойдем гулять дальше частичку чуть-чуть парка вам такого показала конечно в парке нужен ну нужно благоустройство нужен хозяин потому что хотелось бы его видеть совершенно в другом состоянии как немножко все это выглядит захолустно вот но ну да ну хотелось бы все таки чтобы было как-то это более современным более ухоженно но пока так как есть он цветочки уже весенние все мы пошли гулять проходим дальше по рынку смотрите уже клубника появилась продажа на натуральная возьмешь не мы сможешь гулять когда куда мне помытью на 2 он тоже а сколько она стоит клубничка какая же клубника так давайте немножко цену покажу 100 рублей яблоки стоит 150 мандарины помидоры здесь я посмотрел еще до этого когда гуляли 300 рублей чуть дороговато а все пойдем пойдем да у нас время граничному пошли пошли дальше вообще нам надо по делу мало здесь есть любимый магазин где он дальше а ну вот почему он там покупает банданы себе на лето у него есть он хочет еще купить бандану а куда ты идешь одну утопила 2 ну лежит где-то ну неважно пойдем еще новую купим да ребят у нас короче жара такая вообще капец я иду прям уже таю на солнце хотелось показать какая-то улица армавирская вот так вот как не знаю сейчас посмотрим хотелось немножко вам город показать смотрите тут сколько торговые точки торговые точки первомальской а мы в этой части города бываем очень редко прям ну очень редко поэтому как-то особо не знаем улиц что тут только нет собачки здесь такие же экстрамаркет был с колбасой да ты там продают магазин закрыт на ребрендинг на ребрендинг вот такую часть города хотелось вам показать здесь небольшой скверик да у нас очень много смотрит те кто хочет переехать на юг и да и просто интересующихся югом или отдыхающих здесь там был крутой магазин мы там искали когда клетку а вот это кстати домик это тоже по моему салон красоты просьба да я не ошибаюсь вот этот вот стоит думаю как-то были здесь там написано нет не салон красоты а проходили мимо я еще удивился до мишка дачку кто-то я тоже хотел здесь дачку давай рядышком пристроим то что вы же вот вот такая часть города бывает вот такую бегом бегом думать что ты что-то дашь где магазин домой хочет у нас уже много нет спасибо у нас уже вообще прям перебор даже по кошакам по кошакам у нас и лимит исчерпан собакам по собакам тем открыто все это вот течет ну да там пусто там пустота проблем в городе хватает ну да дом аварийный да вот посмотрите до таких домов везде полно мне кажется по любым городам и в ейске в том числе тоже проблем не меньше много людей написала каким образом они проблемы решают и что ну в городе тоже какие бывают смотрите у нас листочки уже здорово цветы везде цветут идешь такие вот первоцветы весь город цветах уже самолет самолет ничейный самолет ничейный самолетик к мы идем дальше мы хотим сегодня погулять по военному городку на самом деле он маленький на впереди каменка море тоже это вот уже начались тоже таки до туристических какие-то дома по сути да по сути мы если так по логике то вот право это камень а уже до туристической ну и давай начало улице первомайской это дмс если не ошибаюсь который вот в центре это вот первомайский а вот гостиницы уже пошли на вот уже гостиница хотя слева на квартирных дома да какой-то мишка вписался ночи в еске это часто такое явление гостиничный какой-то комплекс и потом раз в частный домик где-то вклинивается самый-самый обычный идем смеемся мы зашли волос тут есть любимый магазин он там банданы покупает и купили очки покажись волос короче очки вообще просто крутые я володе хотела это не увидел он сначала нет нет там не буду покупать сейчас пройдем вот а потом я такая вы стащил игры давай но они так не тактически давал и говорит тактические очки короче покажи какие они внутри даже не реклама просто хочется поделиться ребят смотрите какие классные крутые видите да они полностью прилегают вот эти вот штучки не такие мягенькие они так это не снимаются или заменяются там наборе идет 1600 рублей стоит и на море несколько линз разные цвета разные за чехол чехол ремешок сзади это тактические очки тачки для военных но вообще самое смешное когда и ходила я просто в восторге они с это полароид с поляризации идут соответственно защищают очень хорошо если мы не купили две пары просто потому что их не было 2 и вторых не было да и мне ну понравились один болот как сидят а не вообще хотела себе потому что я делаю общение я забрал давала для струс он говорит хотели мне покупать а купили тебе вот но я вышел у меня из-за проблемы со зрения немножко такой скажем из-за геля потому что у меня ничего не ну да не очень проблемы с этой за деле со зрением и я побоялась меня такое уголокружение начинать если это там все но не буду свои эти рассказы подробности вот и в общем вышли игра валу это меня отобрал очки круто да скажи они сидят очень круто на лице так комфортно вообще просто супер нигде не просвечивает даже силиконовые вставки они закрывают полностью чем обрадовались думали мне как тут я вышла на улице немножко это не подошли они мне вот смотрите какая красота володька теперь в крутых очках да потом подберем что не такой же там желтый этот на 6 да ну может кстати ну ладно ты что ж хотел он тоже расстроился не говорят привоз на следующей неделе я говорю вам придется ехать тогда ну они просто ладно почему купили классные очки все прям суперски балусь говорит вот и будет ты будешь тактических очках я говорю кто знает что они тактически я с удовольствием их носил давай я померю тут покажешь как они на мне держи камеру сейчас сейчас меня такие вот обычные это вообще дешевые очки во все так военная практически ну иди в них чуть не а вот висе вот я голову поворачивание картинка как бы а у меня почему не плывет картинка ребят кто пишет тома переехал на юг зачем ехала есть там тип страницу солнца нет я не странюсь мне просто из-за глаз мне нельзя смотреть на солнце солнце я обожаю вообще здесь балдею живу просто кайфую и и загораю и купаюсь и стоп не врешься в больнице будешь загорать вот это уже каменка вот как апарт-отель альмар какой-то круто чуть-чуть я вот таких а в эти комфортно очень круто забирать там пошли мы гулять дальше мы хотим до моря вообще дайте ребята тем не нравится наш город то что прям буквально прошлись несколько метров завернули за угол и вот перед нами сейчас будет уже набережные моря и вон я смеюсь я говорю находчивые люди торпеду приходовали торпеду в виде это бочки да это или это просто для красоты или там все-таки вода у них скорее нет скорее всего вода наверное нагревают и там душ летний виде тоже торпе нет это настоящий торпеда вот идем смеемся что только не встретишь на улицах нашего городка вообще город знаете чудесный хороший город замечательно уютный небольшой он пешочком прогулялись одно удовольствие ребят мы пришли на море ура морешка сушки тишь гладь да божья благодать по-другому не скажешь да и посмотрите сколько о смотрите сколько людей жарят шлыки прикольно ну да но они нет эти помосты они всегда есть видимо уже местные наверно знают эту тему и там с ребятишками постелили чего-то на чем сидеть и шлычки мангалы дымятся такая площадка видимо да для барбекюр слушай так здорово не ветра вообще ничего а море сколько красиво ну лазурные мы сейчас подальше пойдем и спустимся до к нему красиво и жарища тепло очень тепло не жарко я в кофте мне прямо конечно не жарко ты футболки но она кстати она легкая но все равно очень жарко футболки самый класс на все круто доволен да ну и хорошо мы пойдем еще прогуляемся скоро живут вот эти кафешечки все здесь такая крутая фото зона ребята это дала на майске это старая набережная вот тут вот прям впереди казачий курень и то есть если вы отказать курню так стоите на море смотрите поворачивайте налево то вы придете к этому кафе и здесь вот будет фото зона здесь очень классно они такой антураж устраивают там качели вешают здесь будут буквы есть поэтому дойдите кто у нас отдыхает обязательно пофоткайтесь чека прям как классно смотришься очках я вот снимаю очки даже море по-другому смотрится море какое-то облезло но знаете она сегодня лазурное голубое какой-то вот такой прям море очень красиво совершенно другое тоже лишь в очках в очках здорово и вот так всегда стоило нам присесть на скамеечку и тут же к нам пришел от ниоткуда код мы сидим прямо напротив моря сидим за любуемся видом дышим морским воздухом и котик такой прижел перед нами бряк и брякнулся лежит тут у нас ногах кайфует говорит можно я тоже тут с вами рядом посижу ребята мы закончим на это видео мы пойдем погуляем в городе да вообще мы уже немножко проголодались и сейчас пойдем где-то перекусим хотел показать вам вот такую красоту напоследок смотрите как красиво все нас уже зеленые листочки весеннее настроение замечательное вот такая у нас вышка здесь стоит это здесь кафешка казачий курень рядом вот хотелось вам показать вот такую панораму володь кстати тут то шорцы поснимал пока мы гуляли заходите к нему канал ссылка в описании ролика и можете там тоже посмотреть все нам дальше приятного отдыха вам спасибо огромное просмотр и всем пока пока и